Приветствую вас. Давайте будем разбираться с тем, что у вас происходит. Вы пишете, что вам 19 лет, вы молодая, симпатичная девушка, хорошо учитесь в университете. Вот на данное представление себя я хотел бы сразу обратить ваше внимание. Дело в том, что для личных отношений, в принципе, не важно совершенно, какая вы, что вы делаете, чем вы занимаетесь, как у вас складываются там отношения и прочее, для личных отношений это все не имеет как такового значения. В личных отношениях важно только то, как вы себя позиционируете, как вы себя ставите, как вы ведете себя в них. И все. Больше, больше в отношениях особо ничего не важно. И вот то, что вы говорите о том, что вы молодая, симпатичная, учитесь хорошо в университете. Это как бы здесь, по крайней мере, я улавливаю определенную потребность в том, чтобы, как бы, показать, что вы ценность, вы привлекательный. Но привлекательность в личных отношениях, она не в этом. Привлекательность в личных отношениях связана с вашим духовным миром, с вашими духовными качествами, с вашими моделями поведения именно в гендере. Понимаете? И отсюда я делаю вывод, что вы как бы пытаетесь создать для себя некие условия, которые помогли бы вам выстраивать отношения. Условий изначально быть не может, потому что все личные отношения безусловны, но вы это делаете. Возникает вопрос, почему вы это делаете. И ответ, на мой взгляд, кроется только в том, что по-другому вы не можете. Ответ кроется в том, что вот сама вот эта вот духовная составляющая, она для вас, ну, либо трудно достижима, либо вы ее как-то боитесь. То есть у вас здесь происходит своего рода сублимация. Сублимация связана именно с тем, что вы свои какие-то духовные качества, необходимые в личных отношениях, вы заменяете определенной, скажем так, привлекательностью, по вашему мнению, имеющей значение для молодого человека, разумного молодого человека для вас. Это не есть правильно. Значит, здесь я бы хотел, чтобы вы для себя приняли такую вещь, что не имеет значения, молодая ли вы, симпатичная ли вы, как вы учитесь в университете, где вы работаете, например, сколько зарабатываете и так далее. Все это отношение никакого не имеет к личным взаимодействиям с молодыми людьми. Это сопутствует и сопутствующие, да, но не главное. Далее вы пишите, однако у меня совершенно не складываются отношения, если они и были, то длились совсем недолго. Знаю, что вы там дальше описываете динамику развития, скажем так, своих отношений, но все же хотел бы вас, Анастасия, спросить. Вот как вы думаете, в 19 лет, в 19, можно ли выстраивать серьезные личные отношения, стабильные? Ну, вы скажете, наверное, конечно, можно, да. Безусловно, можно, но, видите ли, в какой момент далеко не все это могут, и далеко не все мужчины могут, могут примерно в вашем возрасте выстраивать серьезные отношения. Да и вы сами, находясь еще только в процессе формирования своих личных качеств, в процессе формирования своей личности, сами, возможно, долгосрочные и серьезные отношения выстраивать не можете, но вы можете пытаться это делать, можете вступать в отношения, получать опыт, и, в общем-то, это нормально. Другое дело, как вы воспринимаете опыт, понимаете, его можно воспринимать по-разному, можно воспринимать как что-то негативное, и это, судя по всему, то, что делаете вы, вы воспринимаете опыт в неудачных отношениях именно негативно, а можно воспринимать опыт немножко иначе, и смотреть на то, например, что, когда у вас что-то не получается, допустим, это означает, что вы делаете что-то не так. И если вы делаете что-то не так, то нужно просто взять и подкорректировать. Просто взять и подкорректировать свое поведение. То есть подумайте, подумайте, вот чего я хочу. Вот я хочу, например, там, допустим, серьезных отношений с мужчиной, да, вот. Но у меня не получается, потому что я, допустим, постоянно проявляю инициативу. А поскольку мужчины, они сами любят проявлять инициативу, да, то, естественно, возникает такая ситуация, что, в общем-то, я все порчу. Ну, так, по крайней мере, вот можно охарактеризовать то, что вы написали. И что из этого следует? А следует из этого то, что вам нужно больше отдавать именно мужчине инициативу. И вы можете в этой ситуации сказать, ну, хорошо, хорошо, я это знаю, что нужно больше отдавать мужчине инициативу, но я не могу. У меня не получается, у меня не получается это сделать. И вот тогда вникает вопрос. Понимаете, если у вас не получается это сделать, то имеет место в таком случае, имеет место быть сценарное поведение. А сценарное поведение, это поведение заложено родителями, и, соответственно, в таком случае можно говорить о том, что именно родители заложили в вас определенную основу вашего текущего поведения. И если мы с вами, опять же, говорим о том, как это менять, то в этом случае, в случае, если вы не можете изменить свое поведение, вам необходимо обращаться к родителям, то есть к взаимоотношениям со своими родителями. Именно там скроются ответы на ваши вопросы. Потому что в других случаях, в других контекстах вы бы же сами смогли бы свое поведение скорректировать. Ну, так, по крайней мере, мне это видится. Далее, я очень часто пишите вы, скажем так, вспыхиваю, а потом разочаровываюсь в том, что ничего не выходит. Итак, вы вспыхиваете. Было бы, конечно, хорошо, если бы вы более, скажем так, подробно описали, что для вас есть вот вспыхивание, процесс вспыхивания. Что он значит для вас? То есть имеете ли вы здесь в виду, например, страсть? Имеете ли вы здесь в виду резкое повышение, ну, симпатии к человеку, да, и так далее? Или вы имеете в виду здесь что-то другое, например, что вот вам, допустим, ну, мужчина, например, понравился, и вы как бы сразу им увлекаетесь, хотите, чтобы он как-то вот к вам проявил себя, проявил, ну, свою активность. Вы ожидаете, что он это сделает, а он этого не делает. И отсюда у вас происходит разочарование. А если ситуация вот в таком ключе, то я могу сказать, что это не совсем даже любовь. А это, знаете, скорее желание такое, скорее потребность в этой самой любви. То есть вам нужно, вам нужно, чтобы на вас обратили внимание, вам нужно, чтобы к вам относились, ну, вот, собственно, так, как вы вот хотите. И весь вопрос в том, зачем, почему вам так нужно, чтобы к вам относились, ну, вот, подобным образом. То есть определенность, что если вы говорите о разочаровании, то разочарование это всегда ожидание. А если мы говорим про ожидание, то ожидание это всегда потребности. То бишь, ваши потребности. То бишь, то, чего вы хотите. То бишь, то, чего вы хотите сами для себя. Через отношения с мужчиной. И получается так, тогда в таком случае, что мужчина имеет для вас куда более, большее значение, чем, например, он должен иметь в любом другом обычном случае. Надеюсь, этот момент мы с вами рассмотрели. Надеюсь, вы его для себя теперь понимаете немного лучше. Далее. Далее. Вы пишите. Обычная инициатива проявляется с моей стороны в плане отношений. Давайте посмотрим на это. Инициатива проявляется с вашей стороны. Почему? Почему? Почему у вас проявляется инициатива именно в личных отношениях от вас? Каких вы вообще отношений хотите? Вот, знаете, бывает, когда мужчина занимает равноправное отношение к женщине. Бывает, когда он, там, например, занимает доминирующее положение. Бывает, когда, наоборот, поведение у него ведомого, а не ведущего. То есть разные бывают ситуации. И я бы хотел, чтобы вы определили для себя, какая вы женщина именно по поведенческим моделям, по духовным моделям, по идентификации себя со своей позицией в отношениях. Вот это важнее. Потому что если вы проявляете инициативу, значит, очевидно, вы хотите быть ведущим. Ведущим. И если вы хотите быть ведущим, то, соответственно, отношения вам, ну, будет получаться, у вас будет получаться выстраивать только с теми мужчинами, которые, грубо говоря, хотят быть ведомыми. Понимаете, какой момент здесь? Только те мужчины, которые хотят быть ведомыми, будут с вами. И это не плохо. Если такие мужчины и им нужны определенные женщины, это нормально. Но важно, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали сами, чего вы хотите. Потому что если вы не понимаете, если вы сами, вот, если у вас нет понимания, да, этого момента, то вы будете наталкиваться на неудачи. Если вы проявляете инициативу к мужчине, то зачем, зачем, почему вы это делаете? Какую цель вы преследуете? Это очень важно. А чем вы руководствуетесь при проявлении инициативы? Что вы пытаетесь, чего вы пытаетесь добиться, достичь? Потому что, если вы, вот, проявляете инициативу, да, но при этом, такая, говорите себе, а зачем я это делаю? А я не знаю, зачем я это делаю? Почему я это делаю? Для чего я это делаю? Почему именно я проявляю инициативу? Какое значение для меня имеет молодой человек? А почему я хочу с ним быть? Что мне в нем нравится? Вот это осознанность. И это осознанность в том, что вам необходимо. То, что вам нужно. В первую очередь, именно потому, именно для того, чтобы понимать, кто вы в отношении. Далее вы пишите, значит, это происходит потому, что парни, которые проявляют ко мне интерес к мне, меня не привлекают и наоборот. Здесь довольно интересная ситуация происходит. Парни, которые, значит, вас привлекают, они не обращают внимание на вас. И вам, ну, как сейчас человеку, который нуждается, так сказать, в мужчине, приходится что-то делать для того, чтобы этого парня к себе расположить. Но подумайте вот о чем. По какой причине вы не обращаете внимание на тех мужчин, которые к вам проявляют симпатию? Какая у этого причина? Причины могут быть разные. Первая, например, причина это то, что, ну, допустим, первая причина это то, что вы не считаете, что мужчина соответствует вашим, ну, вкусам, вашим представлениям, да, о том, каким-то молодым человеком и так далее. Вот, это одно. И как бы это, значит, нормально. То есть в этом нет ничего странного. Вы действительно не принимаете мужчину потому, что он вам не подходит. А теперь подумайте, а что нужно мужчине в теории сделать, чтобы вам понравилось? Что ему нужно сделать? И ответ на этот вопрос будет лучше так. Ему нужно поднять свою планку. Ему нужно стать тем, кого вы хотите видеть. Но это, как вы понимаете, будет уже не он, это уже будет другой человек. Но если он просто будет за вами ухаживать, грубо говоря, и проявлять инициативу, то да, может быть, он сможет интегрироваться в вашу жизнь. Но это не сделает его кем-то другим. Вы понимаете? Он останется все тем же самым. И вот это, это основная мысль данного аспекта. Что человек не должен ухаживать за вами. И через ухаживание быть кем-то другим для вас, чтобы вам понравиться. Нет. Человек должен просто соответствовать вашим требованиям. И аналогично вы, когда проявляете инициативу, вы не меняетесь, вы не становитесь другой. Вы просто интегрируетесь в жизнь человека. Но вы не становитесь той, которая, грубо говоря, нужна тому мужчине, который вас привлекает. Далее, следующий ваш момент. Следующий ваш момент заключается в том, почему вы, опять же, почему вот те, кто привлекает, да, не нравятся. Вот с чем это связано. Ответ на этот вопрос можно дать такой. Что вы и другой человек через отношения подобного рода пытаются что-то для себя получить. То есть вам, грубо говоря, не нужен мужчина, который, ну, который привлекет вам интерес, потому что вы с ним не испытываете что-то такого. Вы с ним не испытываете что-то для себя ожидаемого, что вам нужно. И здесь уже личный интерес. Вам нужны определенные мужчины. Определенные мужчины, которые позволяют вам почувствовать себя кем-то. И именно этим определяется ваш выбор. Вы отсеиваете мужчин, которые проявляют к вам симпатию потому, что они не позволяют вам почувствовать себя должным образом. И это не гендерное состояние. Это не ощущение себя женщиной, как может показаться на первый взгляд. Это кое-что другое. Это именно личностное отношение. Это именно личностная связь. Это именно то, что называется ощущением себя, как личности, а не как представителя своего пола. Подумайте, что вам нужно от мужчины. Подумайте, для чего вам нужен именно тот мужчина, который именно вам нравится. И почему вы, грубо говоря, не даете даже шанса, например, другому мужчине, который может лучше дать вам почувствовать себя женщиной. То есть, с чем это связано. Это очень важно. Далее. Далее вы пишете, так, значит, еще никогда не чувствовала взаимной любви. Ну, понимаете, вам 19 лет и, в общем-то, любовь вы еще можете почувствовать. То есть, это, в принципе, еще впереди. Да. Другое дело, что вы, может быть, вот именно из-за того, что лишаете человека шанса на то, чтобы проявить себя, вы не чувствуете любви взаимной. Это да. Тут есть определенная некая связь. Потому что взаимная любовь – это всегда принятие другого. И принятие другого, безусловно. А вы, вы другого человека, к сожалению, не принимаете. Безусловно, у вас есть определенные условия, которые, ну, скажем так, необходимы для того, чтобы человека вы приняли. И, как бы, это чувствуется, и именно поэтому взаимной любви у вас и не было никогда. Потому что любовь, в отличие от типа же и от подходящего вам человека, любовь приходит, ну, совершенно неосиданно. И может прийти даже к тому человеку, которому вы, там, ну, даже и не подумали бы, что между вами что-то возможно. Вот. Далее. Вы пишите следующее. Значит. Почему быстро заканчиваются отношения? Ну, этот вопрос вы задаете, конечно, довольно преждевременно. Потому что самого развития отношений вы не даете здесь. Вы только описываете определенные какие-то моменты. Вот. Но если говорить о том, почему они заканчиваются, то я могу вам сказать здесь так. Что заканчиваются они, потому что, во-первых, человек чувствует, что он вам нужен только как носитель определенных качеств. Что полностью, целиком вы его не воспринимаете. Что, ну, нет у вас, вот, полного безусловного принятия человека. Видимо даже, видимо даже того, который вам нравится. Ну, и самое, что главное, это то, что, когда вы постоянно проявляете инициативу, вы растворяете в человеке. И растворяясь в нем, вы, по сути дела, теряете свою самобытность, теряете свою привлекательность для него. И, собственно говоря, в этом и заключается основная важная, на мой взгляд, проблема. Далее, значит, меня бросают, так как обещают, что не любят. Оно и понятно, я только и делаю, что тащу на себе отношения. А здесь важно уточнить. Любовь изначально есть к вам со стороны мужчин или нет? Потому что бросают вас не потому, что не любят. Это немножечко неправильно обосновать. Бросают вас потому, что не чувствуют мужчины, что вы являетесь той, кто им нужен. Понимаете? Если вы выбираете мужчину определенного взгляда, определенного толка, определенного характера, то с ним и вести себя нужно. Так же. Если вы понимаете о чем я говорю. А у вас происходит такая ситуация, что вы выбирая одного мужчину, который, в принципе, ну, например, там, допустим, является по своей природе ведущим, вы делаете от него ведомого. Ему, естественно, это не нравится. Плюс, еще вы растворяетесь, как я уже сказал в нем. А что вас заставляет растворяться, я об этом уже тоже вам сказал. Далее, значит, я только и тащу на себе отношения. И не даю проявить парню, не даю проявиться парню в них. А почему вы не даете? А почему вы тащите отношения на себе? Зачем? Для чего? Но, если мне кто-то нравится и я хочу ему это показать, мне не остается ничего, кроме как проявить инициативу, чтобы меня заметили. Вы знаете, это тоже довольно ошибочное осуждение. Дело в том, что, чтобы вас заметили, нужно не проявлять инициативу человеку, а чтобы вас заметили, нужно в действительности разделить с человеком его деятельность. То есть, грубо говоря, раскрыть себя, раскрыть свой, ну, скажем так, потенциал, если можно выразиться так. Это то, что вам нужно сделать. Не проявлять инициативу как таковую вообще, а именно, именно проявить себя на поле той деятельности, которой этот человек занимается, чтобы он вас увидит. У вас же ситуация такова, что вы, видя, что человек вам нравится, проявляете инициативу, ну, вот, как единственный возможный способ для того, чтобы на вас обратили внимание. При этом вы сразу ставите себя в проигрышный вариант здесь. Ну, и еще важный момент, что ведь инициативу можно проявлять и более, так сказать, ну, скрытым образом. То есть, можно выставить себя, там, слабый, можно выставить себя, назначающийся в помощь и так далее. Мужчины все это очень любят. Почему вы этого не делаете, для меня загадка. Такое ощущение, вот, когда вы говорите, чтобы меня заметили, что вы недостаточно любите себя, недостаточно цените себя и недостаточно осознаете свои позитивные, положительные качества и достоинства. И тогда, то, что вы написали, что вы молодая суббатичная девушка и хорошо учитесь в университете, эта фраза, эти ваши перечисления звучат так, как будто вы пытаетесь показать, что вы привлекательны для мужчин. Но при этом это единственное, что у вас есть и вы подсознательно чувствуете, что этого недостаточно. По вашему мнению, это единственное, что у вас есть. То вы молодая суббатичная и хорошо учитесь в университете, а помимо этого больше вас нечего, ничего нет и достоинства. И вот это основная проблема. И именно поэтому вы говорите, что вам приходится проявлять инициативу, чтобы вас заметили. Люди чувствуют, что вы недостаточно цените себя и оценивание как проблем-проблемы. И тут начинается сценка а-ля, что ему понравится. Буду делать все, чтобы он почитал, что я хорошая и понравилась ему. Зачем? Для чего? Вы говорите, стараюсь взяться на. Зачем? Для чего? Для чего вы это делаете? Зачем вы хотите понравиться? Зачем, Анастасия? Что вы хотите этим получить для себя? Да. Но исход не всегда выходит положительный, но это не выходит только, к сожалению, ненадолго, ненадолго. Ну, правильно. Потому что, когда вы стараетесь вам нравиться, это не вы. Это уже другой человек. Это не как таковая вы. И если человек просто-напросто видит перед собой нереального, а тот образ, который вы хотите ему дать. А поскольку стараться постоянно нельзя, то рано или поздно человек видит, что вы, в общем-то, другая в действительности. И у него происходит диссонанс. То есть, а мужчина, например, видит, что вы совсем не такая, какой он видел вас в начале. И мало того, что вы не такая, так вам еще и требуете чего-то взамен от него для того, чтобы вы были такой. А он-то считал, что это естественно. И поэтому вы, как бы, и расстаетесь. То есть, основная проблема здесь в том, что вы не являетесь собой. Вы не ведете себя естественно. Вы, скорее, ведете себя, ну, скажем так, так, как нужно, вот так, как вы считаете правильным. И это основная беда, на мой взгляд, потому что только естественное поведение, только поведение ваше собственное поможет, могло бы вам, ну, как бы, обеспечить успешное отношение с молодым человеком. А так получается, что это не вы, а кто-то другой. И вы впадаете в невроз, невротическое состояние и вычисляете саму себя. То есть, не являетесь тем, кто вы есть на самом деле. Я жду какую-то отдачу, пищевую, но ее не проявляют. А зачем, если я и так все делаю, делаю для своего молодого человека, не требую ничего взамен. Вот это и является тоже довольно важным аспектом. Дело в том, что в отношениях, во-первых, вы здесь противоречите себе. Вы говорите, что вам нужна отдача, вы говорите, что я жду какой-то отдачи тоже, но при этом вы говорите, что вы все делали для своего МЧ и ничего не требовали взамен. Так вы ждете отдачи или вы ничего не требуете взамен? Вот как-то здесь, на мой взгляд, неточность имеется у вас. Это первое. И второе. Понимаете ли вы, что отношения, когда вы чего-то ждете для себя, это отношения по расчету? Вам, получается, подходят такие отношения, где люди бы были из понимания полезности, например, другого человека для него, а не по чувствам. Тогда вам нужно определиться с отношениями. Вы каких отношений вообще доходите, Анастасия? По расчету или чувственных? Если чувственных, то ждать какую-то отдачу от человека не стоит. Это все равно что инвестиция тогда. А если по расчету, то вы вообще выбрали не совсем правильную модель поведения для этого типа отношений. Дальше, значит, меньше расчетов и ближе к делу. Меня беспокоит мое качество парня понравится всем и проявление вечной инициативы в отношениях. Как обратить на себя внимание парня, который нравится, но при этом сохранит долгие отношения? Снизить его значение для себя. Определить вашу мотивацию, что это нравится всем. И определить, для чего вы проявляете вечную инициативу. То есть, какую цель вы преследуете. То, что вы делаете для себя, это факт. То, что у вас есть какие-то желания свои, это тоже факт. Их определить и удовлетворять самостоятельно. Это именно то, что вам нужно сделать. Чтобы обратить на себя внимание парня, который нравится, например, вам сохранить долгие отношения, нужно, чтобы он боялся вас потерять. Чтобы он не чувствовал, что вы полностью и далеко принадлежите ему. Тогда он и будет вам дорожить и вас ценить. Для этого, опять же, нужно, чтобы его значение для вас было более или менее адекватным. То есть, более или менее приближенным к вашему значению для него. И тогда у вас все будет в порядке. Но определенно, что вы чего-то боитесь. Определенно, что вы не верны в себе. И определенно, что мужчина вам нужен для купирования своих каких-то потребностей. Вот пока вы позиционируете все именно так, у вас и будет происходить подобный сценарий поведения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!